Всем привет! Поговорим о такой интересной теме, просто хочу с вами это обсудить. Возможно, это где-то... Я не помню, что мне это на канале такое, скажем так, встречалось. Обсуждали мы это с моей знакомой, и мне такая идея в голову, да, пришла об этом, и с вами в видео поговорить. Я сегодня буду рассказывать про турчанок, которые здесь я вижу в Стамбуле. Я хочу сразу отметить, что здесь разные типы женщин есть. Есть кто-то радикально, скажем так, да, так как 50% страны исламизированные религиозные люди, там есть определенные учения в религии, да, и кто этого, скажем так, это поддерживает, живет по таким трактатам различным. Очень часто это жертвенные люди, но потому что их психика, психология закладывается из семьи, и, как вы думаете, да, сколько, сколько, как много насилия в семье в Турции, да, о чем я тоже обсуждала с вами в видео. Катя, кстати, об этом тоже снимала, рассказывала. Вот потому что есть такие жертвы, которых жертвами не воспитывают родители, они это видят с поколения в поколение. Здесь есть такие женщины, которых учат терпеть, не уходить, а и позорят, и тому подобное общественное мнение. Есть другой тип женщин, турчанок сильных, независимых. Я думаю, в процентном соотношении их здесь будет меньше чуть-чуть, чем жертвенных, но они тоже есть. И их много в больших городах, вот в Стамбуле, в частности. Поэтому, кто будет говорить, у нас в городе такого нет. Мне хочется вас задать вопрос, в каком городе Турции вы живете, да, если город маленький или населенный пункт где-то в провинции, да, такого вы увидите реже, этого будет меньше. Еще хочу отметить про мужчины у нас сегодня, да, здесь будет. Может быть вы встречались с этим неприятным, я как-то была туристкой, я приехала, и когда я не знала знакомства со своим мужем, я была однажды в Турции, приехала со своей мамой, и мне так не понравилось, не то, что я не думала, у меня не будет мужа турка в Турции жить, это же просто ужас какой-то. И мы с мамой были в Кемере, и вот эти вот взгляды похотливые сотрудников всяких магазинчиков, когда ты идешь к отелю, приставания всякие, для меня это был шок, если честно. Я вообще не знала, что такое есть, что так можно общаться. Они не во всей Турции, они себе так позволяют, с теми, кто позволяет. Сегодня у нас об этом видео. И вот это свинское поведение, какое-то скотское животное, отвратительное и унизительное, оно вообще-то неприемлемо для турчанок, которые знают себе цену, не жертвы, а сильные турчанки. Они ни к себе такого отношения не приемлят вообще. Он не посмеет таким образом посмотреть, там, не знаю, заговорить с местной девушкой. Знаете почему? А всматривание с ног до головы, какие-то фривольные знаки внимания, это унизительно и оскорбительно здесь считается. И с таким девушка никогда серьезные отношения не заведет. Если к ней она так, что? Ты что вообще себе позволяешь? Вот такая реакция будет. И как и турчанки отшиваю, да, почему я рассказала? Потому что это неприемлемое отношение, поведение, вообще реакция на женщину подобная. Почему они так делают? Потому что такие мужчины не образованные, скорее всего. Это позволительно проканывает с иностранками, с туристками, которые хотят поток этих людей. И наши, к сожалению, это и потом расскажу, еще улыбаются. А он со мной флиртует, мы познакомимся. Он к местной так никогда не подойдет. Потому что знаете, что она сделает? Она его пошлет. Как она его пошлет? На три буквы. Я уж материться как бы в эфире, скажем так, не будем. Она его может сразу матом послать. Ты что на меня пялишься? Что тебе надо? У тебя какие-то проблемы? Вот так четко, жестко и грубо они отвечают таким, если они такое замечают. Но даже и с этим я очень редко сталкивалась на курортах. Здесь творится, что турчанка приходилась ей так отвечать. Потому что априори эти мужики такие, они боятся открыть рот и так посмотреть на местную. Не только потому, что она заипит, запозорит, его там орать начнет или еще что-то. Потому что за ней очень многое здесь есть. И законы есть в стране, да? Так что девушки такие знают себе цену и не позволяют. И они ходят, как я говорю, мордой кирпичом просто. С таким лицом наглым, что такой мужик не посмеет на нее так посмотреть даже. Я не говорю о каких-то знаках внимания что-то сделать. И я этому у них научилась. Мне это очень нравится во мне. Это определенные эмоции, которые, скажем так, ты поцелаешь вовне, да, радаром. И если такого даже какой-то взгляд у мужика начинается, когда он видит, сталкивается с твоим таким взглядом, типа, что тебе надо, без слов даже можно не говорить. Он никогда не продолжит этого делать. Потому что по твоему лицу видно, что сейчас я тебя так вжарю. Ты еще пожалеешь вообще, что ты рот, например, открыл или, не знаю, подошел знакомиться. Я опять же напомню, что здесь приемлемо знакомство через родственников, друзей, там, по связям каким-то. Это приемлемо. Здесь считается очень хорошо подкатывать через кого-то, скажем так, наводить справки и тому подобное. Если кто-то спрашивает, а как же тогда тут знакомиться? Вот так здесь знакомиться. Через друзей, знакомых, поводы какие-то через, там, сотрудников на работе, соседей и тому-тому подобное. Типа, сватовство такое. Это приветствуется здесь. Типа, надежные, проверенные и так далее. А подойти на улицу, ну, тоже можно, но только не так это делается. Не знакомиться из разряда. Эй, туристки, девчонки, что вам показать, подсказать, что кого, в каком отеле ты остановился? Это не знакомство. Это фривольное, наглое, просто бесцеремонное отношение. И местная за это скажет, ты что, попутал что-то? У тебя проблемы какие-то? Ты как разговариваешь вообще? Или она, если так не вступит, девушка, то она может сказать, животное. Цохнуть, развернуться, демонстративно уйти. Но она не вступит в контакт с таким вот отношением к себе. Вот я к чему веду. Эх, за это я могу точно сказать вам. У меня про дружбу с турчанками, да, видео есть. Очень часто девочки пишут, да, турчанки плохие, подруги, тря-ля-ля-ля-ля. Я вам хочу сказать, за что турчанки, наших девушек, кто живет в курортной зоне, некоторые, не все. Есть такие встречаются, турчанки, которые наших не любят. Я имею в виду курортные зоны. Потому что поток туристок, они, понимаете, турчанки вот такие сильные, нежертвенные. Они мужиков в южовых рукавицах держат. Даже если он гуляет и так далее, вы замечали, он все в семью, все в дом. Может, у него есть любовницы, но жена у него ничем не будет обделенная, потому что она вот так вот его держит. И она это берет от своей мамы. Она ее мать этому учит, там, тетя ее учит. И вот когда ты вот встаньте на место этих девушек, да, то нам всю жизнь ее учили быть не только там гордой или царевной, королевой, да, то, что вклады это правильные задатки для девочек. Знать себе цену. И она его вот так вот держит. Но когда приезжают иностранки, вот она я, я на все согласна, ничего для меня делать не надо, я готова быть и любовницей, и пятой, десятой женой, хоть кем возьми меня. Ты мне цыкаешь и говоришь, эй, иди сюда. На это реагируешь? Когда она цыкнет и скажет, ты животное, хлебальник завали. Это может быть вот такое в сленге. Она вот так вот ему ответит на это. Ты что-то попутал, что ли, чувак? А тут приезжает иностранка, который говорит, а я здесь, я здесь, меня позови, я возьму, я на ее место буду. С чего им любить? Иностранок или есть такие категории туристки, которые приехали, покутили на одну-две недели, уехали, развращают мужчин? Они их тут, блин, веками в кузде. Знаете, такие очень часто курортники говорят. Я вам прямо, девочки, сразу... Это очень часто просто встречается. И мне такое тоже, я это слышала, мы с мужем отдыхали в Анталии, с моей мамой вместе, ну, как бы мы встречались там. И мы разговаривали с аниматором или с кем-то там турком, он нам рассказывал, типа, говорил, что, ой, с турецкими девушками тяжело. Вот эту песню вам включают, когда, ой, к ним столько надо всего, они высокомерные, они жадные, денег хотят, блин, все им надо, всю их семью обхаживай и так далее. Я теперь, поживя здесь, точно знаю. То есть это нормально вообще-то здесь, когда с тебя берут спрос? Никто с него денег прямо не жмет? Чтобы ты, хотят, держатся просто какой? Чтобы ты брал ответственность за семью, за ее содержание, не гулял, например, и себя нормально, подобающим образом вел. И чтобы получить именно не жертвенную, а достойную, уважающую себя турчанку, надо постараться, потому что она себе цену знает. А цену она знает, потому что у нее за плечами семья может быть хорошая. Какая-то именитая, или там у них социальное положение, какой-то бизнес и так далее. И он видит иностранку приехавшую, которая, например, ухоженная, там с ногтями, с волосами, с губами. Я образно, да, какой-то социально сейчас в нашем обществе приемлемый образ женщины, успешный. Может быть, никакой там, не знаю, парикмахерская, все народе не бизнес какой-то, пекарня или еще что-то. То есть она, может, там уже в разводе, self-made, да, здесь ему это не светит. Он не хочет напрягаться. Здесь ради такой ему, ого-го, надо сколько усилий вложить. А когда ему такая девушка спрашивает наша, что у тебя с местными не получается? Он говорит, а они плохие. Да нет, просто ты, дружок, ленивый. Вот и все. Так что, девочки, я никого не хочу здесь оскорбить, задеть. Если кто там себя как-то каким-то образом к себе это притянул и сейчас просто сидит, брызжет слюной из лица. И смотришь же, как сейчас буду по клавиатуре бить, набивать там текст. И эта сволочь такая тут сидит, обсуждает. Я вам честно просто по факту говорю. Как здесь есть. Вот турчанки, гордые, нормальные, воспитанные, знающие себе цену, никогда на это не поведутся. И подобное фривольное отношение к женщине, внимание, знаки внимания, как в курортной зоне какой-то происходит. Это неприемлемо. Вот если вы часто ездите в отпуск в Турцию, посмотрите. К турчанкам так обращаются. На пляже где-то, в магазине. Им так позволит он себе? Да я вообще, честно, не видела даже таких скандалов особо, чтобы турчанке приходилось его на место ставить. Ну что он априори этого не делает, он боится. Он знает, что так нельзя. Я только видела какое-то пшиканье, там, животное, там, оселы, повернул баран, там, и пошла. Все, максимум, скандалов даже не видела. Потому что он боится априори рот открыть. А тот, кто позволяет к себе так относиться, так и происходит. И, к сожалению, у нас просто разное, возможно, в этом воспитание. И, честно скажу, неважно в какой стране, это, например, был Турция, в вашей стране также. Честно, лучше одной, чем с кем попало. И второе, девочки, мы как к себе относимся, насколько себя уважаем, такие мужчины нам и встречаются, мы таких и находим. Это не менталитет. Это наша любовь к самой себе. Вот насколько себя любите, такие мужики вам будут встречаться. Вытираете о себе ноги, себя не любите. И мужчины вам такие будут попадаться, не попадаться, вы их таких находите. Вот потому что у вас, скорее всего, играет определенная модель поведения. Так что я жду ваших комментариев, рассуждений на эту тему. Какие вы видите выходы из ситуаций подобных, или как вы, возможно, отшивали турков где-то на отпуске, рассказываете. Это очень интересно. Я жду ваших комментариев. Если видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Я всегда под видео оставляю свою почту, на которой вы мне можете написать свою анонимную историю для разбора видео, или записаться на психологическую консультацию ко мне по скайпу. Спасибо за внимание. Скоро увидимся. Всем пока.